Ну что, привет, друзья! Вот он мой вяз из дуршлага. Многие меня спрашивали, где твой вяз, что с ним стало, как твой вяз девушке, которую она тебе подарила, как он растет, как эволюционирует, что с ним происходит, как он чувствует себя в дуршлаге. Огромное количество вопросов, причем это было постоянно, поэтому я вот ждал-ждал, пока он скинет всю листву, и сейчас вот хочу уже начать его формирование, но прежде чем мы начнем, я хочу показать вам вот это. Давайте сейчас покажу, даже вот тут, наверное, лучше будет видно. Видите, почечки начинают набухать, и вот тут видно тоже зеленеют, и уже раскрываются новые листья. Почему это происходит? Потому что у нас супер жарко. У нас вроде как уже и декабрь, но температура стоит очень-очень мощная, очень-очень, ну сколько, 20 градусов всегда, поэтому не, как сказать, неудивительно то, что вообще он так реагирует, да, сначала. Он сбросил листву, потому что было довольно-таки сильное похолодание, а сейчас все вернулось как-то опять в сторону лета, в сторону какой-то осени, да, по температурам. И из-за этого он начал снова пытаться расти. Давайте сейчас приступим к тому, что, во-первых, все длинные ветки, вот такие, которые висят уже, отрежем. Их, кстати говоря, можно было бы черенковать, да, там размножать, потому что, ну, просто вот такая веточка, это уже практически готовый бонсай, видите. Возможно, я даже что-то с ними и сделаю, но пока что моя задача просто вот эту палку превратить во что-то для вас интересное, потому что она уже довольно-таки сильно заросла. довольно-таки много, видите, нарастила таких мощных веток, которые я, в принципе, и хотел. И сейчас она, посмотрите просто, вот это можно, если укоренить, это будет мега вонсай. Давайте-ка я попробую все-таки укоренить потом, потому что, может быть, мини-лес из этого сделаю, не знаю пока что. Сейчас у меня задача главная, да, это вот все, что вы сейчас видите, привести в порядок, а точнее, первым делом все обрезать, то, что мне не нужно, да, то, что слишком уж выделяется, вот, к примеру, вот эти верхние ветки, которые уже превратились просто в гигантов. Вы посмотрите, просто какой материал, вот, это уже просто мой йоги, вы его сажаете, у вас есть первая, вторая и третья ветка. Продолжаем обрезать, обрезать, обрезать. Я вам все покажу, когда я обрежу, да, я вам все покажу, как у меня получилось вообще, что я, на чем я основывался, да. Ну, я думаю, те, кто уже более-менее что-то понимает в бонсайту, вы уже примерно понимаете, что я делаю и чего я, в принципе, добился, да, потому что это вот, грубо говоря, за один сезон в дуршлаке наросла вот такая вот толщина и мощь веток, да. Поэтому это, конечно, здорово, вот. Я всем советую, если вы хотите, как бы, ну, ускорить свой рост, рост точнее своего бонсайта, то обязательно сажайте его в дуршлак. Никогда не сажайте, там, в открытый грунт, как многие, там, советуют люди, которые не особо понимают принципы бонсая, да, и, скорее всего, выращивают просто большие бонсай, там, размеров, да, там, от 40 сантиметров и так далее. Там это делом заниматься можно, и то в дуршлаке все равно результат будет лучше, потому что, ну, корневая система находится в одном месте, она не развивается, там, до Китая в глубину, да. И вы всегда можете, во-первых, удобрять хорошо, потому что знаете, где у вас корни. Во-вторых, вы знаете, что когда корешок будет доходить до конца дуршлака, он будет отмирать и вырастать новый корешок. Из-за этого, как бы, все корни будут, так скажем, всасывающими, не будет вот этих вот толстых транспортных корней, которые как раз-таки образуются в открытом грунте, да. Ну, короче говоря, много всяких таких моментов, которые люди некоторые, не буду говорить, кто советует. А на самом-то деле это все не работает, и если хотите действительно, чтобы у вас бонусай ваш хорошо прогрессировал, так скажем, да, и качественно, самое главное, чтобы потом не исправлять проблем с корнями, которые уползли непонятно куда, и там нужно опять развивать правильную корневую систему и так далее, то делайте все сразу правильно, изначально, а не сначала делайте одно, потом исправляйте другое. Грубо говоря, одно строишь, другое колечишь, да, другое ломаешь, поэтому дело такое. Дело, конечно, ваше, но я всегда советую только то, что хорошо работает. Поэтому сейчас вот я вам покажу уже результат того, что я сделал, да. Довольно-таки много я отстриг от него, но что поделаешь, это нужно делать, потому что иначе он превратится в то, что я совсем не хочу, просто в палку с огромным количеством неправильно расположенных веток. А это не здорово, это не хорошо. Что ж, пока что мы имеем вот такую вот тему, даже, возможно, вот эту ветку, ну-ка, давайте посмотрим. Видите, вот эта ветка, да, скорее всего, я вот тут отрежу, ну-ка, потому что она здесь слишком толстая развилась, а мне этого не нужно абсолютно. Ну-ка, давай, опа, все, отлично. Опа. Ну, более-менее. Как я вам и говорил, вот тут ветки не хватает, хоть тресни, не знаю, почему ее здесь не хватает, почему она здесь не появляется. Если бы она здесь появилась и выросла, у нас было бы практически законченный фонсайт, да. Сейчас я приступлю к формированию проволокой. Скорее всего, я вам покажу, как правильно ее накладывать, потому что многие не знают, многие там городят какие-то огороды огромные, да, чистоколы из проволоки. На самом-то деле все гораздо проще, гораздо лучше, вот эта ветка не нужна здесь. И можно всего добиться более, так скажем, меньшими затратами, да, как проволоки, так и сил. Что ж, давайте сейчас я посмотрю еще разок. Вот эту, какую-то из этих веток надо удалить. Давайте вот эту удалим. Потому что, видите, не знаю, да, окей, более-менее все нормально. Видите, ветки, конечно, сильно потолстели. Ну, что поделать. Даже, наверное, слишком перетолстели, слишком я их передержал, перегрузил удобрениями, но ничего. Зато вы увидите вообще, в принципе, как он может вырасти, да. Смотрите. Давайте сейчас я первичное формирование, так скажем, сделаю, а потом вам покажу, как именно я накладывал проволоку и почему. Точнее, прямо вот уже на готовом вы увидите, как нужно делать, как не нужно делать. Забыл, кстати, показать вам вот эти дрова. Вы посмотрите, сколько я дров всяких нарубил, так скажем, да. Вот из всех этих дров можно совершенно спокойно, вот особенно из этого, можно совершенно спокойно вырастить бонсай. Если это все укоренить, да, смотрите, вот сколько здесь. Прямо дрова настоящие, можно печь топить. Даже вот из этого, по идее, если это вот укоренить, да, вот эту палочку, то она будет бонсаем. Что ж, приступим к формированию. Ну что ж, получилось как-то вот так. Приступим к просмотру проволоки и вообще, как он получился, и что с ним нужно еще сделать, да. Давайте приступим. Ну что ж, для начала я просто хочу вам его показать, да. Как вы видите, практически все ветки в нужных местах. Осталось сделать кое-какие работы, которые я, кстати, тоже сегодня покажу. Видео будет очень насыщенным по информации. Я вам покажу. Смотрите. Вот тут вот. Давайте сначала я вам покажу издалека, да. Вот тут должна быть еще одна веточка, да. Вот так вот примерно. Но до сюда вот, грубо говоря, она должна вырасти. Но здесь, если вы присмотритесь, здесь вообще нет веточек. Видите, ни одной. Поэтому мы берем ножницы и просто чуть-чуть делаем маленькие надрезики. Совсем небольшие, видите, вот вы даже и не увидели. Вот видите, я сделал здесь два малюсеньких надрезика. На самой губе, вот, которая закрывает шрам срез, да. Давайте даже еще чуть-чуть. Сейчас сделаем посильнее. Даже такая кора уже крепкая, что даже не делается. Вот сделал я еще чуть-чуть. Вот это позволит ему начать генерировать здесь почки в этом месте. И, возможно, этой весной уже, да, сейчас декабрь, возможно, в марте, в апреле с этого места появится нужная мне веточка. И этот бонсай станет просто идеальным. Вот. Задние ветки также, в принципе, можно царапнуть. Ну-ка. Давайте царапнем и тут также. Чтобы еще и задние ветки, возможно, как-то пошли в рост, да. Сейчас как раз он начал почему-то заново расти, и из-за этого, воспользуясь моментом, смотрите, видите, совсем небольшие шрамики не надо отрезать глубоко и сильно. Это просто все ему даст сейчас возможность создать там почки. Не всегда это работает. Иногда это надо повторять по нескольку раз, да. Но это в большинстве случаев на вязах работает. Далее. Давайте приступим к рассматриванию вообще, в принципе, проволоки, да. Смотрите, вот так я сделаю, чтобы вам было лучше видно. Вот есть ветка, да. Во-первых, когда вы наносите проволоку, она должна всегда наматываться на одну веточку и переходить на вторую. Она не может начинаться, к примеру, вот здесь, идти и потом переходить на эту веточку, да. Она должна идти либо вот так, либо вот так, либо вот так, да. Вы не можете начинать как бы веточку или, во-первых, за ствол ее вот так вот обворачивать, да, и вести по всей длине ветки, да. Вы всегда должны делать соединения, да. Соединения делаются вот раз, к примеру, у вас соединение, потом вы вторую веточку, два, уже вторую проволоку, да. Если вы хотите здесь, то видите, у меня соединение идет отсюда и сюда. Не очень здоровское, но соединение. Почему, кстати говоря, я использую проволоку заведомо большего калибра, потому что он растет в дуршлаге и так она медленнее будет врезаться в него, вырастать, потому что она более толстая, да. Всегда нужно начинать работать с проволокой, как бы ее направляя снизу вверх, да, потому что, смотрите, здесь у меня проволока снизу, да. Поэтому я потом загибаю и ее веду как бы внутрь. Это делается для того, чтобы, когда вы проволоку начинаете загибать внутрь, да, с обоих сторон, то вы должны как бы разделять ваши ветки, да. Если же она идет изнутри во внешний мир, как бы, да, вот так вот, оп, 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 то это вы наоборот сжимаете ветки, которые вам нужно, так скажем, сформировать, да. Да, видите. Не знаю, насколько это вам понятно, но вот, к примеру, давайте я вам покажу кусочек маленькой проволоки возьму сейчас. Вот, видите, вы должны его, грубо говоря, сейчас я найду даже место, вот, видите, вот тут вы его всегда должны класть как бы сзади. И, видите, пошли крутить. Раз, накрутили. Одной рукой очень сложно делать, но я постараюсь. И два накрутили, видите. Когда у вас проволока расположена вот так, это значит то, что вы хотите ее сейчас как бы разгибать, эту ветку. Если же вы ее начнете крутить с внутренней стороны, видите, здесь вот как бы вход проволоки идет с внешней стороны. Если вход проволоки будет идти с внутренней стороны, то вы разгибаете проволоку. Вот такого вот, как видите, нагромождения проволоки у вас в принципе не должно быть. Вы должны стараться всегда без нагромождения проволоки добиваться своих целей и результатов, так скажем. Смотрите, какие зеленые прямо. Совсем-совсем зеленые почечки. Это круто. Вот. Первым делом, вы всегда должны делать соединение в форме В, точнее всегда соединять две веточки. Во-вторых, когда у вас идет проволока изнутри наружу, то это разделение. Если она идет снаружи внутрь, то это соединение наоборот веток, да. Всегда должна быть, видите, вот тут соединение у меня идет. Видите, я вот эту хотел веточку вбок сдвинуть немножко. И я начал располагать проволоку сзади. И потом она пошла, видите, у меня до практически конца верхушки. И также на ветку. Таким самым образом я соединил, во-первых, ветку с верхушкой, да. И сформировал их обе. Поэтому, как бы, это на самом деле все очень просто. Возможно, это звучит не очень, как бы, ну, понятно, да. Но с практикой у вас все будет очень хорошо получаться. Вот. Давайте сейчас я сниму вот эту проволоку, которую положил, наложил. Далее, когда видите, у вас, к примеру, прошла вот, тоже я хотел сказать, но забыл, да, перекинулся. Если у вас уже осень, скинули все листья, или вы сорвали все желтые листья, да, что, в принципе, нужно делать осенью. Ну, вот, вы сорвали листья, и у вас происходит вот так, как у меня, он опять начинает расти. Это ничего, это не проблема. Если, как бы, растение начнет расти, и наступит холода, то растение, как бы, само скинет все эти листья, или просто их отморозит, отсушит и так далее, в этом проблемы нет, как бы, ну, природа есть природа, растение все само понимает и так далее. Поэтому, если вы вдруг сделали, ну, вот, ваше растение, к примеру, все пожелтело, да, все листики пожелтели, вы их всех сняли, все, ваше растение стоит. Началась теплая погода, непонятно из-за чего, там, неделька, к примеру, у вас снова начали набухать почки, открываться листья. Не надо их снова обрывать, дайте ему расти, и природа сама, как бы, уже, ну, его на это, за это накажет, так скажем. Все растение снова заснет, когда температура опустится вновь, и на этом все закончится. Растение этому никак не повредит, оно не потратит на него все свои запасы, так что, в принципе, никаких проблем нет. Смотрите насчет удобрений, да, удобрений, как вы видите, здесь огромное количество, здесь, в принципе, корка уже из удобрений, которая... Я просто сюда втыкаю новые и новые удобрения, и все. Почему я удобряю так много? Потому что это, ну, как бы, выращивание в дуршлаге, оно подразумевает в себе удобрения достаточно большим количеством удобрений. Я же удобряю чуть больше из-за того, что у меня температура, она очень, ну, здесь бывают жаркие дни, и иногда просто удобрение не успевает, ну, промокнуть и начать разлагаться. Поэтому, когда его больше, то оно, как бы, ну, лучше удерживает влажность, да, и гниет снизу, точнее, сверху вот эта корка, она просто нагревается, чуть подсыхает, а внутри удобрения продолжают быть влажными. Еще, к тому же, они получают тепло от корки, которое улучшает разложение и также подогревают чуть-чуть корни для их дальнейшего роста, да, потому что корни растут в тепле, в холоде они не растут. Они могут быть активными, да, в холоде, но не расти, не развиваться новые. Вот. На самом деле, я очень доволен сезоном выращивания в дуршлаге. Я, наверное, оставлю его еще на один сезон, потому что сейчас он нарастил корневую систему, которую мы как раз-таки увидим уже в следующей серии, да, это будет уже весной, когда я буду его снова пересаживать. Я буду его пересаживать, как и говоря, в дуршлаг получше, потому что здесь, видите, довольно-таки мало, во-первых, дырок, точнее, вот эта вся часть, она не дышит, вот. А во-вторых, я посажу его размером побольше в дуршлаг, чтобы у него еще было больше места для роста и он мог выдать еще более удивительные результаты и еще лучше стать выглядеть на следующий год. Вот, блин, вы просто посмотрите, какой он красавец. Это просто офигеть. Вот эти, кстати, шрамы, да, которые, вот этот шрам, вот тут вот шрам, да, видите, еще где-то был шрам, ну, вот этот можно, да, считать за шрам. Это все закроется уже, я думаю, на следующий год, потому что весной я буду высверливать вот эту мертвую древесину, чтобы губе было легче закрыться. Я ее всю высверлю, чуть-чуть обновлю вот эту вот губу, зарастание шрама, да, и тоже сделаю вот тут. Но тут это, кстати говоря, даже не так важно и не так, как сказать, необходимо, чем вот здесь, да, здесь все-таки это очень хорошо видно. И если он закроется, это было бы, конечно, очень здорово. Больше шрамов здесь нет. Вот, кто помнит, да, я вроде бы скидывал в чатик в Телеграме, что вот здесь вот, вот это место, оно было немножко худее, так скажем, чем другое, да, вот чем ниже и чем выше. Оно здесь, в принципе, еще также и остается немножко более тонким, так скажем, да, все из-за того, что здесь была резинка, которая держала вот здесь вот тоже часть, и оно как бы уменьшало, я сжимал вот этот вот и делал его более сильным, вот этот поворот, да. Сейчас я, наверное, сезон один подержу его без вот этой вот резинки, да, прямо вот как он сейчас и есть, чтобы он потолстел вот в этой зоне. А потом добавлю сюда снова резинку и будет снова уменьшение вот этого поворота. Блин, какой он крутой. Вот такие дела. Сейчас я добавлю немножко евроудобрения. Совсем чуть-чуть. Потому что раз уж ты начал друган расти, то тебе нужен дополнительный, так скажем, дополнительное питание. И особенно большое количество фосфора, чтобы ты смог сделать побольше новых почек. Видите? Сыплю я на самом деле очень много удобрения. Можно было бы сыпать гораздо меньше, но я уже объяснил, почему я это делаю, да. Для тех, кто выращивает в доме, удобрения гораздо, надо меньше, даже если вы выращиваете в дуршлагах. Потому что в квартире все-таки влажность получше. Нет такого солнца прямого, как здесь, да. И, в принципе, растение расти будет у вас получше в плане того, что, ну, все вот питательные вещества, да, из удобрения, они будут быстрее гораздо доходить до удобрения. Просто из-за того, что, ну, разлагаться удобрение у вас будет быстрее, чем у меня. Поэтому я ей кладу больше удобрений, чем вы. Многие спрашивают об этом. Вот я сейчас хочу ответить на этот вопрос. Смотрите, какая здесь крутая почечка. Не знаю, видно, не видно. Но она суперкрута. Зелененькая такая. Что ж, я думаю, что на этом все. Давайте сейчас я его покажу вам сверху. Сверху он тоже выглядит довольно-таки неплохо. Но вот эта вот часть у него пока что страдает. У него практически нету задних веток. Особенно веток, которые выходят сзади и снизу. Поэтому вот эта вот часть у него страдает. Но я думаю, что за следующую весну, за следующий сезон я с этим уже проблему решу. Ну что ж, всем спасибо. Спасибо. Я думаю, что вам понравилось. Если вам понравилось или есть какие-то вопросы, или советы, или комментарии, или что-то еще, то обязательно пишите мне на канал под этим видео комментарий. Я обязательно на него отвечу. Обязательно мы с вами пообсуждаем это растение или какие-то темы, которые я затронул сегодня в этом видео. И что ж, всем спасибо. Я думаю, что вяз в дуршлаге имеет огромное будущее. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok